Лидеры сирийской оппозиции, подписавшие соглашение о прекращении огня, просят Минобороны России о защите от террористов. Сообщили сегодня в нашем центре по примирению враждующих сторон, расположенном на авиабазе Хмеймим под Латакии. Центр следит за соблюдением перемирия и получает новые заявки о присоединении. Григорий Емельянов с подробностями. Они кричат, Аллах, храни нашу армию. Портреты Башара Асада, как свидетельство того, какую именно. Армию считают своей. Город Эттель под Дамаском почти три года контролировала оппозиция. Сегодня решили, хватит войны. Мэр города говорит по-русски. Учился в нашей стране. Люди, которые взяли оружие, поняли, что лучше, чем наша страна, наша жизнь нет. И поэтому решили сдать оружие и вернуться к родину. Но остаются и непримиримые радикалы. Только в Эттеле, говорит мэр, около 400 человек растворились в 100-тысячной массе населения. Те, кто включился в мирный процесс, опасаются мести. За защиту и обращаются в российский Центр по примирению. Если в первые дни работы нашего Центра в качестве ключевого условия перемирия оппозиционные лидеры просили наших гарантий защиты и безопасности от государственных сирийских структур и ведомств, то сегодня ровно наоборот. Они просят нас обеспечить их безопасность и защитить от боевиков группировки ИГИЛ. Мы со своей стороны поможем обеспечить безопасность лидеров сирийских оппозиционных формирований и глав местных администраций, которые подписали соглашение о прекращении боевых действий. На авиабазе Хмеймим, где действует координационный центр, собрались лидеры сирийской оппозиции, представители духовенства и руководители вооруженных отрядов, противостоящих террористам. Несмотря на все естественные разногласия, взгляды на будущее Сирии у них общие. Сохранение целостности и суверенитета – первоочередная задача. И вот, что для этого нужно сделать. В нашей стране необходима новая конституция. Ради этого должны сотрудничать все силы. Командиры вооруженных отрядов – религиозные деятели, но не террористы. Террористам нет места в Сирии. Без конституции Сирия не сможет решить свои внутренние проблемы. Нужен такой основной закон, который обеспечит права всех политических сил и будет ими одобрен. Тут же звучит предложение создать для разработки проекта конституции рабочую группу. О необходимости диалога и примирения говорят и присутствующие на встрече мусульманские проповедники. Это особенно важно в реалиях Арабского Востока. Все согласны, что решение должно быть политическим. Очень важно, чтобы переговорный процесс продолжался и в Женеве, и в Вене. Кризис должен разрешиться примирением. Мы знаем, что Россия играет большую роль в мирном процессе, оказывает влияние на всех участников конфликта, общается со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы склонить их к политическому решению. Согласно опубликованному на сайте Минобороны информационному бюллетеню, на этот час уже 30 оппозиционных вооруженных формирований присоединились к перемирию. Дальше все просто. Подписавшие соглашение сообщают свои координаты. Их позиции не атакуют сирийские войска и российская авиация. Естественно, ни единого выстрела и со стороны оппозиции. Именно благодаря этой простоте можно ответить на принципиально важный вопрос. Кто готов договариваться во имя мира? А кому нужно продолжать кровопролитие? Кто враг? А с кем вместе поднимать страну из руин? Григорий Емельянов, Александр Евстегнеев и Максим Кулифеев. Первый канал.